Впервые в Казанском федеральном университете прошел всероссийский чемпионат по робототехнике «Арена роботов». Целью чемпионата является привлечь как можно больше творческих креативных ребят категориям чемпионата. К ним относятся сумо, творческая категория, скретч и категория движения по линии. Категории разделяются на младшую и старшую возрастную группу. Участие в чемпионате принимают 52 команды со всей России, всего 120 участников. Количество человек в командах варьируется от двух до трех человек. Также у каждой из категорий свои критерии оценивания. Задания в категориях были как простые, так и сложные и требовали от команд использования различных алгоритмов и технологий для достижения цели. Во время соревнований команды представляют свои работы и программное обеспечение перед жюри, который оценивает их производительность и точность выполнения задания. На этом чемпионате помимо сильной конкуренции также есть возможность для участников познакомиться и обменяться знаниями с другими экспертами в области робототехники и программирования. К конца событий победители получили дипломы, медали и небольшие призы. Возможно даже какие-то проекты в творческих категориях могут перерастать в настоящие стартапы. То есть это не просто как такой ярмарк того, что ребята могут делать, а очень часто на творческих проектах, на каких-то хакатонах ребята предоставляют решения, которые правда могут внедряться в реальную жизнь. И даже есть истории на других соревнованиях, когда чуть ли не по результатам конкурсного отбора ребятам предлагали даже в возрасте 15-16 лет уже какие-то стажировки и разработки реальных продуктов. Творческая категория в робототехнике заключается в разработке оригинальных и нестандартных работ, которые могут иметь уникальный дизайн, функциональность и поведение. Оксант делается на инновационных подходах и экспериментах, которые могут привести к созданию новых типов роботов с уникальными возможностями и способностями. Даже самые маленькие участники расширяют границы того, что можно сделать с помощью робототехники для использования роботов в различных областях. Это вот контроллер, это мозг робота, который отвечает за все. Вот это вот два колеса, а вот это вот моторчики к нему. Это датчик линии, он отвечает за езду по черной линии. А вот если один датчик видит черный цвет, а другой белый, то поворот будет в другую сторону уже. Противоположный? Да. Участие детей в робототехнике имеет множество преимуществ. Кроме того, это помогает развивать навыки программирования и инженерии, которые могут быть полезными в будущих карьерах. Казанский федеральный университет раскрывает возможности и помогает создавать новое будущее. Виктория Сухих, Аделина Абдрахманова, Фарид Захитаглы, Универньюз.